Всем здарова, вы на канале Покашеварим, это рубрика жертва маркетинга, товары из магазина, иногда дорого, иногда дешево, но всегда, как правило, это либо заморожено, либо охлаждено. Мы готовим, пробуем, оцениваем, смотрим состав и так далее. Короче, погнали, сегодня у нас интересный экземплярчик. Сегодня у нас вот эти три пациента, это бренд Главобед, они же Главсуп, а Главсуп, ребята, в моей жизни играет немаловажную роль. Серьезно скажу, во-первых, мы обзор делали на Главсуп давным-давно, во-вторых, я иногда покупаю замороженный Главсуп, он, во-первых, стоит адекватных денег всегда, и у меня в заначке лежит парочка, если у меня, например, нет супа, а мне надо детей покормить, я всегда разморожу супчик, подогрев, он годный весьма. Но сегодня у нас Главобед, это как бы бренд, ну то же самое, та же самая контора делает, что-то там интернешнл, да, Кафе Ин Кафе Интернешнл, это производят в Челябинской области, в город Златоуст, люблю я город Златоуст, привет, златоустинцы. В общем, Главобед, ребят, плов с курицей, котлета с картофельным пюре и филе рыбы жареное с картофельным пюре. Филе рыбы стоит 145 рублей, я покупал все это в пятерочке, котлета с картофельным пюре где-то 120 рублей, и плов с курицей тоже 120 рублей, вот он такой. Настало время под рубрике «Ешечки». Самый большой состав в котлете с картофельным пюре, имеется в виду по размеру, по содержанию. В гарнир входит картофель свежий, молоко питьевое и соль и сливочное масло. В котлету входит, что, говядина, мясо кур механической обвалки, это значит, что куры целиком практически отправляются в мясорубку. Лук репчатый, свежее молоко питьевое, но ни одного абсолютно, ни одного продукта, который здесь есть, у меня не вызывает вопрос. Ну, соус, окей, там есть дрожжевой экстракт, это усилитель вкуса, а-ля глутамат натрия. Мы с вами что? Правильно, мы не боимся глутамат натрия, нам на него как-то вообще, вообще есть страшные вещи. Филе рыбы, пожалуйста. Рыба от креска, масло подсолнечное, молоко питьевое, масло сливочное, это гарнир, да? Ну, короче, тоже абсолютно никаких вопросов. Я думаю, что с пловом тоже вопросов быть не должно. Чили, куча специй, рис и все как положено. А, кстати, какое они используют мясо-то здесь? А, курица, куриное филе, да? Сто процентно натуральный продукт. Это правда, это правда, тут вопросов никаких нет компании Кафе Ин Кафе Интернешнл. Блин, название у них, конечно, кошмар. Натуральный, делаю акцент на этом слове, продукт, хранится 9 месяцев заморозки. 9 месяцев. Хотя, недавно был обзор. На консервы, которые хранятся, тоже натуральный продукт, хранятся 3 месяца. Ой, сколько же вы мне гадости там написали, типа, я не так подогрел, соединил алюминиевые баночки, а так нельзя было делать, ты что, поэтому у тебя искрило? Какого нахрен хрена я это должен знать, я извиняюсь? Я просто, как вот обычный человек, взял первый раз и все. А многие писали, ты в армии не был? Да, не был в армии, не от слоения сетчатки, ребят. Меня не взяли в армию, представляете? Вот поэтому я не ел, я извиняюсь, ирпы всякие, да? И я не Solid, который уже в этом разбирается. Solid, привет, братан. Тут закидали меня претензиями насчет консервов. Короче, в общем, делаю все как написано, стараюсь не косячить, но иногда косячу. Поэтому что, пишите, продолжайте, я знаю, что вас это не остановит. Так, ладно, давай посмотрим, что внутри. Давайте разбирать пачки. Опачки, это у нас треска. Анбоксинг. Это у нас плов. Кстати, посмотри, плов-то выглядит весьма недурно. Котлетка с картошкой. Котлетка с пюрешкой. С макарошками? Да нет, я же говорю, с пюрешкой. Вот, ну все, давайте по схеме, да? Как готовить? Проколоть пленку контейнера, поместить контейнер в СВЧ, разогреть 5-7 минут. Либо на сковородке. Но для этих продуктов, мне кажется, самый оптимальный вариант это микроволновка. То, что, ну куда их берут? В офис там с собой, да, покушать? Что-то такое. В общем, 5-7 минут в микроволновке и сделаем. У меня все подогрелось. Вот так это все выглядит. Давайте попробуем вскрыть. О, надо же, в пачке вскрываются. Ничего себе. Оп. Рисочек. Выглядит весьма неплохо. За свои деньги. Так, а вот здесь уже все. Здесь не открывается. Придется ножом, видимо. Ножи самура. Ссылочка в описании. Ну, вы знаете все это, да? Котлетка, которая выглядит гораздо лучше, чем вот в сухпайке. В берелошке в давнем обзоре. И рыба. А, пошел запах. Запах рыбы. Давайте начнем с плова. Рассыпчатость присутствует. Не сказать, что она повышенная, но она есть. То есть, плов выглядит, ну, по меньшей мере, неплохо. Согласитесь, да? Например, тот же рис в консервах выглядел гораздо менее аппетитно. Есть ощущение, что плов чуть-чуть переварен, да? Ну, конечно, по вкусу посмотрим. Но, скорее всего, это будет такая кашеобразная история. Мясо тоже присутствует. Причем курица. Смотри, с кожей что ли прямо. Нет, это не кожа. Просто так порезали. Вот темное мясо. Видимо, тоже курица. Скорее всего, голень или бедро. Вот. Еще темнее мясо. Тут просто, смотри, все цвета радуги по мясу, да? Чуть заветренное выглядит. Ну, так. То есть, мясо выглядит не топчик, но в целом, как бы, вроде ничего. Ой, блин, горячо. Горячо. Так, я попробую рис. Ну, рис каша, блин. Консистенция клейстера такого. Я бы не сказал, что я самый большой фанат плова и там перепробовал огромное количество пловов готовить и есть, как там, сталик какой-нибудь. Нет, такого нет у меня в моей жизни. Плов присутствует, ну, просто как что-то питательное. Я не фанатею от плова. Но, тем не менее, я ел очень вкусные пловы в своей жизни. И этот плов не относится к категории очень вкусный, не относится к категории просто вкусный. Во-первых, рис действительно переварен. Несмотря на то, что он рассыпчатый, по вкусу нет вот этого ярко выраженного. Ну, понятно, что тут не готовилось на баранине, но в плове есть какая-то фишка, знаешь, такая сладость луковая. Потому что там много лука, да, который пережаривается. Там много мясного вкуса какого-то, опять-таки, сладкого, вот этого, как будто белкового такого. Здесь нет этого вкуса. То есть, нет такого вкуса. Это просто плов, притом не очень приготовленный, с довольно жующейся курицей. Курице нет претензий, но... Да и вообще, пожалуй, к этому плову нет претензий. Я понимаю, что это заморозка, что это компромисс. Ребят, все эти обзоры, это компромисс. Очевидно, что приготовленное дома или там заказанное в ресторане, в доставке, еда будет вкуснее, чем что-либо замороженное. Единственный пример замороженного продукта, который был и меня порадовал больше, чем в 99% доставок и ресторанов, это замороженная итальянская пицца. Это было действительно очень вкусно. Этот плов, скажем так, на 3 с минусом. Вот такой вот плов. Его съесть можно, по вкусу нормальный. Но если был еще и рис нормальный, можно было поставить 3 с плюсом. Но рис переваренный. Вкус ничего, а рис переваренный и совсем никак. Не зашло мне это, не зашло. Так, ладно, следующий у нас продукт, это котлета с картофельным пюре. Надо отдать должное, что здесь котлетка выглядит весьма аппетитно. Правда вот, а, ну это соус, окей. Здесь пюрешка, которая такая похожая на порошковую, конечно. Сейчас по вкусу попробуем. Вот. Хотя нет, может быть это действительно, действительно сделанное нормальное пюре. Черт его знает. То есть какой-то соус красный, да. Хотя на упаковке, вот если, обратите внимание, на упаковке нет этого соуса. То есть не очевидно, что он с соусом. Но в описании соус есть. Вы помните, да, там. Не знаю, что сказать про котлету. Ну, видно, что есть какая-то структура в ней. Она не такая паштетообразная, как была в сухпайке в этом, да, в береложке. Ну, пожалуй, это действительно поаппетитнее. Но она очень плотная почему-то. То ли не разморозилась, то ли что. Сейчас будем пробовать. Я начну с котлеты. Кстати, даже чувствуется какой-то говежий вкус такой. Резиновость котлеты какая-то куриная. То есть такой, знаешь, ну как белок. В курице очень много белка, поэтому она довольно резиновая получается, если там ничего не добавлять дополнительного. Вот. То есть резиновость куриной котлеты, а вкус, в принципе, чувствуется говяжий. Притом очень много соли. Вот эта фишка для сохранения продуктов, добавлять много соли, она вот практически у всех производителей вот этой заморозки там, охлажденки, везде присутствует. То есть дома у меня продукты менее соленые всегда. Это съедобно не больше. Картошка по вкусу, в принципе, нормальная. Соус тоже более-менее подходит, какой-то такой томат. Но, ребята, блин, ну это нифига не какая-то там изысканная кухня. Я повторюсь, мне там говорят, как ты мог хвалить, вот, например, бери ложку, да, консервы, когда это просто вообще вот фигня. Это фигня, там, ну, людям не нравится. При этом два параллельных комментария, я аж в Инстаграмсе выложил, кстати, подписывайтесь на мой Инстаграм, там, периодически приколюхи всякие в сторис выкладываю и в ленту. Конечно, подписывайтесь. Два комментария в одно и то же время. Я пробовал это весьма годно, и полная жопа, это несъедобное дерьмо, которое есть невозможно. Два комментария двух людей. Я в шоке, ребята, вы у меня феноменально разные, я вас за это обожаю, потому что только от вас я могу услышать два кардинально разных мнения. в одну секунду просто. Вот, поэтому еще раз повторю, ребята, все эти обзоры, это исключительно компромиссно. То есть я, я исхожу, ну, делаю свои выводы об этой еде, исходя из стоимости, доступности, хранения и так далее. Ну, то есть понимаете, да, что для того, чтобы вот это поесть, мне надо сходить куда-нибудь, например, как минимум в столовку. Это трудозатраты. Либо я покупаю это где-нибудь в пятерочке, там, в ленте, в перекрестке, в заморозке, разогреваю и ем. Через пять минут у меня на столе еда. Исходя из этой логики, это весьма съедобно. То есть это съедобно, это не противно, это натурально, как мы с вами прочитали. Но, что выбрать, пойти даже в самую какую-нибудь никудышную столовку поесть там или вот это? Конечно, пойти в столовку. Лучше пойти в какое-нибудь нормальное, более-менее заведение с бизнес-ланчами и покушать это там. За 120 рублей, что вы съедите? Черт его знает, да, наверное, ничего сейчас в Москве не съедите. Тем не менее, вот такой продукт. Съесть можно по вкусу. Это опять-таки, ребята, это три с минусом отправляется вместе к плову и так далее. И у нас рыба, которую я не люблю, поэтому заведомо, заведомо мне это не очень нравится. Та же самая пюрешка. Ну, вот здесь, кстати, по пюрехе видно, что, смотри, она тут нормальная пюреха, короче. Не сказать, что это как толченый картофель, да. Ну, понятно, что это с молоком, все это может взбито даже как-то, потому что довольно крахмалистое ощущение от этой картошки. Но, тем не менее, похоже на картошку, действительно. Елки-палки, уйди отсюда. И вот кусочек рыбы. Кусочек рыбы, причем вот здесь вот на пачке два кусочка рыбы. Беленькая, красивая треска. Здесь один кусочек рыбы с плохо снятой кожей. Нет, кожа снята. Окей, это просто остался цвет. Ну, рыбка уже такая, конечно, тоже погибшая. То есть, видите, да, тут нет какой-то структуры там такой, чтобы прям на волокна эта рыбка разделялась. Хотя треска довольно плотная рыба. Что с ней надо сделать, чтобы она вот такая была? Ну, видимо, заморозить, потом разогреть. И вот она случается. Вот превращается вот в такое месиво. Ну, давай попробуем. Рыба-каша, да. Вот пюреха неплоха. То есть, серьезно, к пюрешке у меня нет вопросов. Довольно вкусно сделано и не пересолено. То есть, нормально по соли. Вот прям чувствуется такое молочко там в нем. Все нормально. Ну, рыба, опять-таки, я говорю не из позиции, что я не люблю рыбу в принципе, да. Я могу иногда поесть, особенно вот хорошую рыбу, типа трески там. Уж не говоря там про семгу и прочее. А сетра? Стерлядочку какую-нибудь там с черной икрой желательно внутри. Неважно. Короче. В общем, рыба. По вкусу абсолютно обычная рыба. Поджаренная, посоленая рыбка. Но, учитывая вот это ее жизненный путь сложный, заморозка, то есть, жарка, заморозка, разморозка в микроволновке. Это превращается просто в месиво. По вкусу рыбочка. По консистенции кашка, которая очень похожа на картошку. Вот такие дела. Опять-таки, по вкусу я бы, наверное, выделил вот из всех трех блюд, наверное, вот это вкуснее. Мне реально рыба понравилась больше, чем все остальное. Вот. Чем котлеты, чем плов. Вот этому продукту я поставлю три балла от себя. От души. Три балла. Те три с минусом, а это три балла. Что сказать по итогу, друзья мои? Глав. Глав обед. Ну, скорее, глав ужин, потому что глав обед это все-таки супчики от того же под брендом глав суп. Глав суп это топчик для меня. Там за 60 рублей борщ 250 граммов с курочкой. Вообще нормально заходит. Серьезно. Вот у меня нет, когда супа, а я не особо там навариваю супы на выходные. Знаешь, мы в выходные где-нибудь гуляем. А, например, надо на следующий день там детей покормить. Да блин, у меня он глав суп лежит, там я разогрею. Вот. Или ребенок неожиданно что-то там не пошел в сад. А, блин, а что я буду на одного ребенка суп варить? Да нет, конечно. Короче, это отличный выход. Вот глав суп это я прям ставлю 5 из 5 от себя. Для моей жизни это подходит такой формат. Вот эта штука абсолютно точно нет, вот в моей жизни этого присутствовать не будет. Что котлеты с пюрешкой? Что рыбу с пюрешкой? Да тот же самый плов я приготовлю в течение и то, и другое, и третье я могу приготовить в течение получаса. Это будет вкусно, это будет свежо, только что приготовлено. И так же натурально. И, конечно, по цене это будет дешевле. То есть вот в этом плане мой выбор, наверное, все-таки на домашнюю кухню. Но если у вас нет времени, у вас нет возможности, у вас это лежит как заначка, то перекусить можно. По вкусу вы не кайфанете, но вы поедите и как бы у вас не будет негатива. То есть вы просто покушаете и пойдете делать дальше свои дела. Вот с этой точки зрения это весьма годно, особенно исходя из того, что там абсолютно натуральный состав во всех трех продуктах. Из всех трех советую, пожалуй, наверное, рыбу, несмотря даже на ее консистенцию, потому что котлета резиновая. Рыба с пюрешкой годна. Все, ребята, жертва маркетинга. Канал по кашеварям. Очередной пациентик разобран. До свидания. Всего вам доброго. Король эпичных концовок по кашеварям. Здравствуйте. Меня зовут Виталий. До свидания. Я алкоголик. Девочки, ну че. В общем, такие вот дела. Да. Глав обед. Ну, нормально. Хотя нет. Или нормально. Поехали. Поехали. Поехали.